Я очень рад с вами и с вашим университетом и вашим городом, потому что я признаю, что раньше я очень мало знал об этом. Правда, что в последние годы уже наши коллеги из города Юр, из университета Сенчин, уже люли. Так что они уже кое-что рассказывают, потом говорят, делогация у нас. Так что мы уже немножко знакомы. Но на самом деле последние два дня мы уже знакомы с ним. Мы только что глянулись из Наркаля Росстады и очень интересно смотреть, какие очень интересные факты исторической событий есть, которые совпадают с нашими событиями в истории. Дело в том, что, во-первых, я должен вам признаться, что я не историк. Так что вы имеете в виду, что я только эпизоды буду рассказывать. Но прежде чем перейти на конкретные темы, я хотел бы вам сказать, что мы в последние десятилетия болимся за то, чтобы наши студенты и школьники изучали кроме или после английского языка и русский язык. Это не всегда получается, но у нас есть практически есть аппарат, есть Международная ассоциация преподавателей русского языка, и есть Венгерская ассоциация. Кроме того, есть фонд «Русский мир», который 10 лет работает по всему миру, и который создает центры русского языка, и русский центр, где язык, культура, менталитет и мышление это как-то представляется. Интересно, что вот, может быть, не знаете, или не все знаете, что в мире уже за 10 лет создан 140 таких русских центров, начиная от Австралии до Южной Америки, и 41-й, 141-й, это был в нашем городе Дебрецен, две недели тому назад открыт. То есть мы стараемся, чтобы наша, то есть ваша и наша культура нашли общий язык, и как-то все и молодые, и не молодые узнали о том, как важно знать русскую культуру, русскую, и знать, неплохо знать и русский язык, потому что вот это сейчас у нас уменьшается, к сожалению, количество студентов. Значит, это предварительно, но я вам хотел сказать, и тогда, значит, показываем, значит, дело в том, что, может быть, знаете, потому что мы очень рады, что уже с несколькими студентами вчера разговаривали, и оказалось, что многие знают фамилии и события нашей истории в последних лет, так что это очень хорошо. Но, может быть, я вам сейчас покажу или расскажу о том, то, что, может быть, не все знаете. Откуда венгры происходят? Ты знаешь? Никто не знает. Нет, я просто спрашиваю, значит, энтузиаст преподаватель, конечно. Нет, венгры, значит, можно как-то, по-своему, венгры, значит, вот там, видите, Магна-Унгария, значит, Волга, Кама и Ураль. Вот это часть, откуда они, значит, путешествовали, вот там. Там видно, наверное, есть вот такая палочка, могу сказать. По-моему, это видно. Или видно, хорошо. Значит, вот смотрите, как вы узнаете, к сожалению, это не на русском, а на немецком языке, но вполне непонятно. Значит, так, откуда, сверху, и ночевали, и приехали вот сюда. В осень Карпаты, плена Киса, Транссерванния, и недалеко от Черного моря, приехали в девятом веке. В девятом веке конкретно... Ой, прекрасно, спасибо. Спасибо. Значит, так. Так, и вот здесь, на сегодняшнем уровне, и вот здесь они приехали. Значит, они приехали сюда. Значит, это Дунай, Киса, и вот здесь Болгария, но и Семен. Матя, это Венгрия, да, это знаете. Значит, как они прибыли, под руководством княза Арпата. Это было в 890-е годы. Мы говорим, что это завоевание Родины. Тогда сейчас... Можно по первую страницу? Раздать? Нет, нет, текст. Нет, нет, текст просто. Значит, есть разные легенды, это еще раньше, но на четвергах Волга, Кама и на Урале, на западную часть Урала. Значит, были финно-угорские народы. Все знают, что есть республика Коми, Сыктывкар и многие другие, ханты, мансы. Это финно-угорские народы и языки. Значит, конечно, мы честно признаем, что абсолютно их не понимаем, как и финские и эстонские языки. Значит, это финно-угорские, но очень много есть лингвисты, в том числе мой проректор, изучают это вот. Так что есть слова, которые подобные. Но разговаривать с эстонцами или с финнами так невозможно. То есть можно, но не получается. Понимаете? И, значит, вот завоевание Родины, то есть не мы, а еще наши предки, в России Карпаты отметили вот эту дату. Конечно, само собой разумеется, что это не один год, а это не десятилетия второй половины девятого века, когда, значит, они приехали, заняли, и потом постепенно создалось, значит, правительство. Ну, в скобках говорят, интересно, что вот в эти годы, тоже точно не зная, Кирилл и Мефодий на территории будущей Вегрии, потому что Венгрия, можно сказать, то есть 896 года, это было раньше, мы, наверное, слышали, что есть у нас такое озеро Болотон. Болотон. И, значит, они там, на западной части Венгрии, Болотон, это болотон, болотистое место, это тоже много у нас славянских заимствовано, значит, они там побывали, и очень скромный, но хороший памятник есть им, который там написан, Кирилл и Мефодий. Значит, это вот, да, вот все. Вот сейчас еще раз карту посмотрим, если можно, да, значит, веке, я девятом веке, вот так они приехали, и приблизительно 100 лет, или еще больше 100 лет, можно первую, спасибо, первую страницу, значит, больше 100 лет были княжества, и Венгрии всегда были такие, значит, неспокойные наши предки, они ездили и грабили Западную Европу, в нынешней Западной Европе, потом их вернули, это в середине девятого века, и, значит, тогда практически, вот, значит, в конце девятого века, девяносто 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 девять, девять, девяносто девяносто седьмой год, тогда, значит, родился Иштван, это популярное имя, мое имя тоже Иштван, первого короля тоже Иштван, и университет наш, где я тоже Иштван, Сечен, да, это Степан, значит, практически он первый король, не князь, а король Венгрии, и, можно сказать, что он создал государство, Венгрию, и принял христианство, то есть, практически с тех пор, можно сказать, что, значит, крестьяне, то есть, значит, именно религия уже стала распространяться, и язычников выгнали, да, но это не всегда получилось, но Иштван, святой, первый король, 38, но, 38 году, умер, и его, вот там это можете читать, двоюродный брат, Базур, и его старший брат Андрей, были выгнаны, то есть, практически они не могли остаться в Венгрии, а они, именно, значит, три брата Андрей, и еще там два брата, они, значит, уехали в Польшу, и потом в Киевскую Русь, и вот можно сказать, что первые наши конкретные данные о том, что у нас есть между русскими и бенгарами контакты, это вот именно то, что Андрей первый, вот там годы его царствования, женился на третьей дочери Ярослава Мудрубова, на Анастасии, и говорят, хотя вот 800-900 лет тому назад, вот как это все произошло, но говорят, что они познакомились именно в Киевском, значит, княжеском дворе, и это была любовь настоящая, не дипломатическая, но проверять это очень трудно, конечно. Но есть памятник на острове Тихань, на озере Болотон, вот я еще раз говорю, Болотон, это, мы говорим, Бенгарское море, это, значит, большое озеро, значит, и там есть полуостров, Тихань. Как вы думаете, почему это Тихань называется? Тихань. Болотон, и купались ли они в Болотоне, это неизвестно в озере, но дело в том, что практически там сейчас есть памятник, и есть там собор, есть, значит, нижняя часть собора, где похоронен именно Андрей Первый, значит, который наш первый король, который связывал нашу историю. Можно сказать, да. Ну, здесь немножко, значит, перейти дальше. Король Бела Четвертый, это было нашествие татаров. Ну, как мы сегодня слушали в музее, в Татарии у вас, кавычка говоря, гостили, больше двухсот лет, а у нас, слава Богу, или слава не знаю кому, дело в том, что, дело в том, что они, ну, они, наверное, там не нашли ничего у нас, бассейна Капа, ничего интересного, поэтому вернулись к вам, и, значит, и, значит, практически они там гостили у нас один город. Андрей, это, нет, это Бера, Бера Четвертый, значит, там тоже год его царствования. Вот именно после этого, после этого, значит, они стали строить каменные кирпичные крепости, потому что, как у вас, так и у нас, почти все было деревянное, и поэтому, конечно, очень легко можно было уничтожать все, а вот именно с этого времени, значит, 13 века, после нашествия татаров, Будда стала столицей, пока Будда, не Будапешт, это позже, позже, в 19 веке объединились, Будда стала столицей, и тогда стали строить именно каменные крепости, и вот эта династия Арпада, под руководством которого приехали в 19 веке, вымерла, значит, уже в 14 веке появилась династия Анжу, это французско-итальянская династия, значит, там Роберт Кароль и Лудовик Великий. Вот просто интересно собираться на то, что, наверное, очень много слушаете о Вишеграде. Вишеграде, это не вишек города, конечно, это не только у нас, это в других странах, но вот в это время, это в 1335 году была встреча польского, честного, югенгерских королей в Вишеграде. Вишеграде, это на Дунае, значит, вот вторую карту, спасибо. Нет, сейчас, подождите, вашу карту я не нашла, сейчас на одной из карты, да. Вот эту, вот эту, вот эту, интересно, какие-то красивые цвета получились. Да, Вингре, вот, вот, можно сказать, в 14 веке, значит, великая, большая, вот, раньше говорили, что три моря мыли наши берега, но это не совсем правда, но дело в том, что Адриатийское море, где сейчас вот Хорватия, может быть, там некоторые отдыхали в Хорватии на море, Адриатийском море, Черное море, немножко, вот дальше, и, и это, я думаю, что это не моя карта, но ничего, это красивее, чем то, что у меня было. И на серии. Дело в том, что этот Лудовик Великий был и польским королем, не долгое время, и в Италии, не ахуе, так что, тогда это 14 век, где Венгрия была вот такая великая держава, можно сказать, и, значит, была вот эта часть, это будет позже, вот это Румыня, Трансилландия, вот сейчас вот так написано, и, значит, Черное море, и Адриатийское, да, Трансилландия, да. Но это, это очень красивая карта, не моя, но ничего, спасибо, это намного лучше выглядит, чем моя карта. И, значит, здесь, вот здесь были границы, значит, это 14 век, когда особых контактов с Россией не было, но дело в том, что мы тогда еще с успехом воевали с турками и с другими нациями, так что не было никаких особых проблем. Можно тогда следующую, да, хорошо, значит, очень важно, очень важно, мой проректор очень рад, потому что он долго работал в печи, представьте себе, что вот в этот год, в 1367 году, мы основываем первый Бюльерский университет, значит, как в Италии, как в Германии, и в многих странах, и у нас. Значит, правда, что он недолго работал, но зато все-таки мы можем славиться, что наш первый университет в середине 14 века. И здесь дальше вот не очень известные короли, которые были, ну и тогда уже снизу, кавычках, то есть с юга появились турки. И была борьба, были войны, к сожалению, не все удачные, не все успешные, но практически большая победа, это беру в ответ, в 1456 году, победа над турками Януша Хуняды у нынешнего, значит, Београда. Тогда назывался совсем по-другому, на Андорфе Ирва, но дело в том, что сейчас спорный вопрос, но многие утверждают, что в честь этой победы у нас и многих странах Европы в 12 часов дня каждый день звонят колоколи. Значит, нет, не то, что служба, а просто то, что 12 часов, потому что победа тоже была в это время. Правда, неправда, некоторые спорят, уже раньше было, но мы говорим и утверждаем, что это была великолепная победа над турками и Януша Хуняды, известного, значит, генерала-портоводца. Его сын был король Матяш. Матяш это очень известный король, его называли все время и сегодня, что он именно самый справедливый король, который поддерживал бедных и наказывал богатых, которые именно... Ну, это можно раздавать, если хотите. Если настоящий историк интересуется историей Венгрии. Там как раз и не любитель немецкого языка, там карта немецкого. Да, карта немецкого. Ну, там все равно карта понятна. Значит, Матяш 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 очень активно участвовал в расширении Венгрии. Он, например, занял Вену абсолютно в расширении. Да, и тоже только на несколько лет. Значит, есть разные сплетни, что его не убили, но просто просто практически он мог потому что смотрите, он 44-го года рождения и практически он 30 лет царствовал. Хотя мог и дальше и у него была армия очень хорошая и так далее. Но, к сожалению, после его смерти Бюлеславия горали и значит 1526 год это для нас очень большой траурный год, траурный значит юбилей, когда турецкая армия победила над нами и больше 150 лет у нас вела турецкого господства. Это то, что мы говорим, чтобы были в гостях. И тогда была Бенгрия разберена и сейчас если можно третью картину. она немножко она тоже немножко простивая. Вот она собственно 1526 год битва в Калинии. Вот это обозначено. А вот дальше территория А вот то, что не раздали в страховую нет? Есть вот это во время Брежда А, да, да. Хорошо, хорошо, хорошо. Значит интересно но ведь Бенгрия Гра разделена на три части Это значит вот это лучше будет посмотреть. Нет, хорошо. Следующая Как знаешь? Да, да, да. Это огромное спасибо. Да, но дело в том, слушайте, значит Дунай вот здесь Дунай Тиса это бассейн Карпаты 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 горы Румынии Трансливании Словакии и так далее Но дело в том что в это время левой части то есть на западной части Венгрии и немножко и Австрии были Габсбурги появились вот это династия Габсбургов с которыми мы хотели почти 500 лет вместе жили значит а середина то есть вот эта часть венгерской земли это бюра турецкая это то что 150 лет практически всех вот этих церквей например уничтожили и мечети и построили и так далее и а эта часть бюра настоящая можно сказать венгерская хотя это Трансильвания Трансильванское княжество но там были венгеры жили венгеры были князи которые боролись сначала против турок потом против Габсбургов это было 16-17 век вот видите здесь Молдова да это значит это все турецкое турецкое господство турецкая империя можно сказать и потом потом тогда все спасибо следующий технику да ой на минуточку на минуточку покажите потому что это я тоже впервые я вижу но вот видите вот значит Габсбургская часть Австрия значит это Транссивания Транссивания это что вы показываете да это Труш Транссивания аренда середина это Готулан это значит турецкое черное много здесь да покрасиво и Польша Краков да вот тогда до того времени Краков был столица в Польше да и тогда можно и наверное я правильно считаю что вот город Печь как раз которым был основан университет вот он вот Печь вот Печь где университет и где очень долго работал мой любимый проректор вице-ректор Пантон вице-ректор Печь да где университет и сейчас тоже одними из самых известных университет городов считается а здесь наш здесь наш Дюэр вот здесь вот приблизительно а да 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 спасибо вот Дюэр то есть нет вот здесь между Шокронов это просто интересно это тоже в кавычках или скобках говоря Дюэр это между Веной и Будапешт находится 125 километров Будапешт Дюэр Дюэр Вена тоже 125 километров так что совсем середина середина так значит после турецкого турецкого значит нашествия или Иги вот в 1686 году была Будапешт освобождена и тогда после этого начались и может сказать что почти вся Венгрия была освобождена и тогда начались освободительные войны против против турок уже закончили уже не стоило а против Гавзбургов и значит вот второе то что очень интересно по контактам это что у венгров значит началась освободительная борьба под руководством княза Ференция Ракурци Ракурци бьет переговоры с Петром Великим и бюро речь о том чтобы бороться против Гавзбурга но к сожалению и бьет Великим и бьет очень занят и наши тоже значит частые воины не очень сильные и поэтому не получилось но хотя подписали договор с Россией вот в этом году в 1707 году и то что нас приблизил это Петр Великий очень любил венгерскую вину венгерскую привязанную с венгрией увлечение токайскими винами и что давайте я покажу как раз вот Токай да Токай да вот это значит недалеко от Словакии и от Законпатия так что Токай Токайские горы и здесь не только в этом это только это маленький даже не город это Силу а просто окрестност район вот все вот этой части там солнце светит очень хорошо и приятно и значит просто это осталось и венгрии работа русская винозакупочная компания и это здесь важно было против конкурентов конкуренции потому что конечно многие другие тоже хотели вот своими виноградами и вино но это значит как-то можно сказать что связывало нас и значит он увлекался Токайскими винами там интересно что в основном это белое вино есть сладкое сугое полусладкое полусухое есть асу это старое вино это 10-15 лет но это как ликюр так что все могли увлекаться и там и мужчины потому что вот для всех по всем вкусам это подходило да это и сейчас очень интересный и можно сказать наш экспортный товар который любят по всему умел да значит да можно чуть чуть дальше да спасибо значит это было это вот 18-й век 1742 годы тогда можно сказать что и венгрии стали знакомиться с русской культурой русской наукой например в это время между Ломоносовым и венгерскими значит учеными были контакты это 18 середина 18-го века и это значит время Екатерины вашей и нашей кавычках тоже говоря Марии Терезии практически те же проблемы и те же значит положительные и отрицательные влияния появились и у вас и у нас но дело в том что французскими философами и просвещением это все продолжалось вот здесь интересно то что тоже может быть не все знают что у Екатерины был Павел сын Павел это все знаете и его дочка значит внучка Екатерины второй это Александра Павловна вот рождение год рождения ее значит вот по разным официальным значит данным вот в этом году 1798 году Вена выбрала это по дипломатическим целям конечно великую княгиню для установления родственных связей между австрийскими и русскими дворами то есть знаете вот конец 18 века наполеонские битвы и войны и вообще вся Европа боролась и значит венский король Габсбург конечно он придумал что надо поженить значит то есть надо именно княгиню познакомить с нашим эрцгерцогом Йосиф он стал палатином это практически по нашим смыслам это заместитель короля или вот представитель Габсбургов в Венгрии хотя тогда была австро-венгерская монахия вместе можно сказать одна империя но все равно для венгров вот нашли вот этого очень симпатичного интересного значит Йосифа и он палатин поехал в Россию по приказу короля и тоже говорят что это они познакомились вот значит Александра Александра бюро 16-17 лет очень такая приятная красивая дама бюро и значит тоже говорят что это это бюроюбов да ой спасибо спасибо прекрасно я тоже дома не нашел такую хорошую картину ну смотрите не надо доказывать но это это здесь она выглядит немножко старше потому что да 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 потому что к сожалению ей не далось много лет да значит Александра Павловна значит они познакомились было обручение было бракосочетание бракосочетание и значит она была очень популярна наверное знаете у Франца Йосифа 19 века была жена Елизавета это Сиси может быть слышали да но Сиси конечно много лет жила в Венгрии и венгерских городах и значит недалеко от Буды но она к сожалению Александра жила совсем немного полтора года значит она значит она ходила здесь есть ошибка у меня популярная прогулка в Будайских горах значит и там нашли недалеко от Буды это деревня то что по-русски произносить очень трудно ирэм по-венгерски а урьем да потому что нет нет и нет русском и значит она там гуляла и вот там познакомилась с многими жителями и вообще была очень популярна так что она совсем не представилась как княгиня или вот и значит она вот 1801 году родила дочь и она дочка тот же день умерла и затем умерла и мать и это конечно было очень неудобно хотя тогда дипломатии Австрия уже не очень серьезно думала об этом браке и об этом значит об этих контактах но все равно одни говорят что не обратили внимания когда она была после родов была в очень плохом состоянии не очень-то обратили внимания на нее но это тоже говорят неизвестно но дело в том что у нас вот это воспоминается и они поздравляю спасибо большое это я тоже не нашел дома значит усыпальница часовня где она похоронена к сожалению тоже судьбы этой усыпальницы очень похоронена потому что много раз грабили конечно да но все-таки сейчас несколько лет назад восстановили и сейчас в конце недели можно посетить но не всегда открыт к сожалению да да значит усыпальница да и тогда вот можно текст спросить да значит просто значит кроме именно кроме значит того что у нас контакты были неплохие многие столетия все-таки есть русофобия это если мы честно откровенно говорим тогда надо признаться что не все венгрии любят русских русские больше любят венгров чем мадов к сожалению то есть это очень хорошо но с нашей стороны это и для русистов для тех кто вообще всю всю жизнь работает над именно над дружбой тогда это почему почему было значит русофобия там главное это номер один это можно сказать это подавление венгерской революции наверно все знаете что в середине 19 века 1848 и 1849 годах была освободительная борьба объявить против Габсбургов не хотели жить вместе с ними хотели самостоятельное независимое правительство и значит жить без них но это конечно не получилось значит было поражение освободительную больницу это уже в конце значит августа августа 49 года и и хотя хотя вот именно вот это время уже значит так вернусь вернусь на минуту значит дело в том что в это время значит уже популярность русской литературы развивалась несмотря на разные проблемы переводы шедевров например Евгения Онегина переводили уже пять раз переводили на венгерский язык но первый перевод который как вы думаете русский венгерский нет конечно или через французский или через немецкий язык переводили конечно не всегда так получилось как нужно а потом позже конечно уже с русского переводили на венгерский да но дело в том что тогда можно сказать Торстого Достоевского и всех значит шедевров красок русской культуры девятнадцатого века переводили может быть не через русского но переводили и значит Бюрр очень известен ну кто такой Иштван Сечень Сечень называется наш университет почему потому что во-первых он родился недалеко от нашего города Дюр около Шопрона если вы были там Фертюр да значит и просто просто значит мы завоевали восьмидесятые годы чтобы не другой университета наш университет который тогда был только высшей школой значит инженеров технического профиля мы получили это название значит Тобюль Эштан Сечень он родился в конце восемнадцатого века и его назвал наш руководитель губернатор наш и потом правитель Кошу Плаюш называл самым великим венгром почему он был основатель академии наук основатель это значит он свои годовые имущества подарил то есть да венгерскому государству почему потому что мы в то время боролись за венгерский язык почему потому что в средневековье это был латинский язык и потом позже конечно в Габсбурге немецкий язык и 1844 года вот этого я не написал венгерский язык стал официальным государственным языком значит где конечно немецкий остался но можно пользоваться академия наук академия наук была создана именно в этой цели чтобы венгерский язык распространяли писатели поэты писали конечно на венгерском языке и ими пользовались и расширили убогатели венгерский язык кроме того Сечень первым экономистом венгрии в середине или даже первой половине 19 века то есть он создал произведения говорили о кредитах и то что до того практически венгрии не было известно и в 1949 году было создано венгерское независимое правительство независимое долой короля долой Австрии и мы хотим быть самостоятельным независимым конечно все это и он там был министром министром значит этого правительства но к сожалению это независимое правительство существовало практически несколько месяцев потому что в августе значит поражение было этой войны с помощью не планая первого русского царя поэтому позже всегда говорили что это это вот когда мы учились в середине значит 20 века сказали что это русский царь это не то что наши советские друзья русский царь который и с помощью которого практически значит засовредительный богу по данным можно еще еще несколько так значит Будапешт знаете это состоит из трех ну лучше сказать из двух городов есть старая Будда там где римские памятники Будапешт чуть-чуть чуть-чуть старше чем мне в 840 лет как вашему городу а нашим приблизительно 2000 лет потому что римское время значит первый второй век нашей эры строили амфитеатры и руины есть целый город Аквинку это Будет старый Будет Аквинку это чистая вода значит и там римяне уже были и граница была река Дунай это значит Паноми западная часть Ленгрии но 1873 году старые Будапешты стали Будапештом и стали столицей и хотя честно говоря мы никогда не любили Габсбургов то есть наши предки но все равно надо признаться что второй половине 19 века в это время строились значит заводы мосты и очень важные здания которые показывали что Будапешт прежде всего Пешт это развивается и там построено например известный проспект Андраши и значит это по первому премьер-министру Андраши Дурганд значит там есть проспект который похож на Парисе Ялисеинские поля на Шен-Завизе и значит и много много других значит зданий и просто стали значит признавать Европе что такое Будапешт и что такое наша столица в 1896 году мы отмечали не сто там один ноль тысяч летие один ноль не хватает значит тысяча но все равно понятно тысяча летние завоевания родины когда отмечали тоже можно сказать конечно не этот год а несколько лет но все равно вот в это время и к этому юбилею строились здания строились вот заводы памятники конечно и так далее значит что что касается 20 века где мировые войны значит первая вторая то что освободит ваша значит война это очень интересно ну честно говоря это вы уже больше изучали и больше знаете так что я об этом не хотел я хотел говорить о том что было 800 900 лет тому назад значит там интересно что были военно-пленные которые и в конце значит первой мировой войны в 16-17 годах вернулись в Венгрию и потом они там все-таки хотели немножко создать советскую республику создали но это тоже 100 дней существовало так что не работало и значит и потом в 20-е 30-е годы мы тоже были под влиянием Германии уже не Австрии и дело в том что тогда уже как и первой мировой войне так и второй мировой войне Венгрия стояла на плохом на плохой стороне то есть Венгрия стояла на стороне Германии и это то что конечно все именно вот события которые потом произошли трудно оценить и это требует следующего доклада значит просто русофобия номер два но это по-разному конечно это 56 год это я знаю что я слышал то есть не у вас а у коллег с которыми мы вчера разговаривали вы знаете об этом знаете даже фамилии лучший студент или ученик Сталина это был наш мать Ракуши Ракуши не Ракуци Ракуши и потом был значит пример несколько дней Химра Ночь которую сегодня еще сейчас еще стоит Кудапешков Курок Дарлана это памятник значит это революция по-разному можно оценивать не обязательно положительная сторона но дело в том что значит венгрии боролись против коммунистического режима с плохими сторонами и с плохими то что и у вас было 50-е годы и у нас слава богу вы совсем не помните может быть ваши дедушки бабушки помнят но у нас тоже давно ну и конечно здесь советская армия победила ну о других событиях можно было бы говорить но это следующий раз потому что тем более что я уже почти целый час говорил так что на этом я заканчиваю я хочу просто подчеркнуть что мы очень рады конкретно не только наши коллеги очень рады что мы познакомились с вашим с вашим городом с вашими историческими традициями с вашими ценностями и самое главное вашим университетом потому что нам стоит сотрудничать и мы надеемся что мы сегодня подписали договор о сотрудничестве мы надеемся что об этом то что я сейчас рассказывал вы сами собственными глазами можете убедиться и можете понять что Венгрия и Россия конечно дружат и наши контакты усиливаются и мы оптимисты и мы надеемся что это все получится спасибо за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ